Когда в нескольких квартирах дома номер 10 по улице Силкина из кранов перестала течь холодная вода, жильцы не придали этому особого значения. Решили, что это плановые ремонтные или профилактические работы на трубопроводе. Однако холодное водоснабжение не восстановилось ни на следующий день, ни через неделю. Приезжала аварийка, ну аварийка, аварийка. Мы посчитали, что приехала аварийка, отключила. Значит, в понедельник придут люди, будут делать, что-то устранять, неисправность. В понедельник прошел, вторник прошел, среда прошла. Ну, начали волноваться без воды. Не в туалет сходить как следует, не помыться, не постираться, ничего не сделаешь. По словам жильцов дома, в аварийной диспетчерской службе им пообещали устранить проблему в течение дня. Но в реальности все оказалось не так просто. Холодную воду в стояке дома перекрыли после прорыва трубы в одной из квартир на седьмом этаже. Из-за ненадлежащего состояния коммуникации в доме пострадали и соседи снизу. Здесь, наверное, трубы, они уже, ну что, лет под 50, наверное, чугунные. Да, может быть, их поставили еще не свежие. 40 лет. Да, 40 лет, да. 40 лет. И поставили их, может быть, не свежие еще были, может быть, какие-нибудь старые. Прогнили? Ну, я думаю, что, может быть, где-то какой-нибудь там свежий. Может быть, там где-то пахли, там, может быть, вся прогнилась. Как пояснили работники центра ЖКХ, чтобы устранить проблему в доме номер 10 по улице Силкина, им необходимо провести тщательное исследование квартиры номер 62 на седьмом этаже. А для этого требуется согласие собственника. Но получить его будет сложно, так как мужчина выписался из квартиры 15 лет назад и на сегодняшний день проживает в другом городе. В ближайшее время, я надеюсь, мы найдем все-таки собственника, либо кто-то, кто следит за этой квартирой, в которой произошла утечка воды и заливает ниже расположенную квартиру. Если же в ближайшее время работники центра ЖКХ не найдут собственника квартиры, им придется отправить соответствующие документы в суд, где на рассмотрение заявления законом отведено 30 дней. И тогда будет принято решение, вскрывать квартиру или нет. Канал 16 будет следить за развитием событий.